Более трех тысяч человек в зрительном зале, свыше трех тысяч участников из 33 стран мира. Так масштабно, ярко и феерично на протяжении пяти конкурсных дней проходил в Бресте фестиваль «Миллениум» в прошлом году. Этой весной он вновь придет в наш город, чтобы зажечь новые имена, вдохновить, объединить множество людей из разных стран и подарить Брещанам праздник. Особенность этого мероприятия, этого фестиваля в 2023 году в том, что мы празднуем первый маленький, но самый настоящий юбилей. Фестиваль «Миллениум» уже исполняется пять лет, поэтому для нас очень почетно, что мероприятие становится не то что ежегодным, а становится брендовым для региона. И, наверное, я позволю себе сказать, что весна приходит в Брест не тогда, когда прилетают птицы, а когда наступает фестиваль «Миллениум». В этом году спрос на участие от коллективов и сольных исполнителей из Российской Федерации возрос 10, 20 или 30 кратно. Мы, наверное, не успеваем за ними, положение у нас уже требует с декабря месяца. И хочу сказать, что нас радует, что совсем здесь, недалеко, в нашей братской Украине, есть те коллективы, которые также планируют принимать участие дистанционно. И в прошлом году представители Украины также были на нашем фестивале не дистанционно, а в очном формате. На пресс-конференции, предшествующей важному событию в культурной жизни не только Бреста, но и всей Беларуси, организаторы 5-го фестиваля «Миллениум» и представители Брестского горисполкома рассказали о том, как проходит подготовка к мероприятию, об особенностях его проведения в этом году и сюрпризах, которые ожидают зрителей. В прошлом году, в год исторической памяти, у нас выступала звезда белорусской эстрабы, это Алена Ванская. И концертный зал был наполнен, наверное, полностью в спортивном комплексе «Виктория». То есть около 3000 зрителей было. Ну и в этом году, с учетом того, что глава государства объявил 2023 год, Года мира и созидания, мы решили все-таки пригласить, и, к сожалению, сегодня Юлия Быкова не смогла приехать к нам, пригласить группу Ауру и ее солистку Юлию Быкову. Что касается регистрации участников, то она уже открыта. В этом году к пяти привычным конкурсным номинациям добавится еще одна, пока ее держат в секрете. Прием заявок продлится по 17 апреля на сайте фестивали.бай. Каждый творческий, либо представитель, педагог, родитель может зайти на сайт, заполнить электронную форму заявки, тем самым подтвердить свою заявку на участие в фестивале. Это могут делать и вокалисты, и исполнители музыкальных инструментов, хореографические коллективы, театральное творчество, изобразительное творчество, которое пройдет в формате выставки с 26 по 30 апреля. Также впервые на «Миллениуме» ожидается небывалая концентрация красоты и стиля. Ведь именно сюда приедут представительницы модельного бизнеса со всей Беларуси для участия в отборе на фестиваль моды и стиля «Лукбук». В этом году в рамках фестиваля «Миллениум» мы проводим конкурс театров мод и кастинг моделей. К нам на фестиваль «Миллениум» сможет приехать любая модель и любой театр мод из Беларуси, принять участие, и победители будут уже представлять наши модели, модели швейников летом на дне города. К открытию фестиваля «Миллениум» уже планируется застройка специализированной сцены по особому эскизу со светодиодными экранами и современным звуковым и световым оборудованием. Праздник творчества, который объединяет тысячи людей, стартует в нашем городе 26 апреля. А 30 числа пройдет торжественная церемония его закрытия, где примут участие лучшие конкурсанты и будет объявлен абсолютный победитель – обладатель Гран-при.